привет я надеюсь у вас все классно все хорошо вчера ушел и и жизни мой отчин и сегодняшнее видео я хочу во первых как бы посвятить ему но не то что он там косметику любил просто она такой будет яркая радостная и так как жизни продолжается он долго болел и я думаю что для него это самое лучшее что так вышло в общем все равно хочу это видео сделать в продолжении жизни подбодрить мою маму она смотрит все мои видео поэтому не плачь и как я уже рассказала будет очень яркое видео я думаю это будет в тему но насчет того что может быть кто-то напишет что нужно какое-то там время выдержать какие-то там траур люди каждый реагирует по-разному я я даже я в церкви если честно хожу только в целью того чтобы поставить там свечечку причем я могу пойти в церковь любой конфессии и церкви для меня это больше такое знаете посмотреть как она там сделано внутри послушать орган то есть каждый как сказать я не очень верю вот в эти все то что что там надо сделать что не надо делать это такое в общем видео 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 и заказ от от кико у меня был день день рождения и кико каждым своим кто-то них там подписан на их сайт присылает дню рождения скидки и мне пришла тоже скидку естественно скидка была гигантские 15 процентов но дело в том что эти 15 процентов они так очень хорошо складываются с теми скидками которые уже есть на сайте поэтому я купила 17 17 единиц всякого и вышла мне евро 35 за каждую штучку а есть очень интересные штуки да если вы думаете что это у меня на голове люди все нормально я только помыла голову я ее не высушила они у меня тут еще все мокрые волосы поэтому все торчит как как торчит как всегда в общем начинаем начинаю с яркого потому что видео должно быть все таки радостным по возможности начиная с яркого лаки значит первые два лака кстати один у меня на руках вот этот вот лак вот этот вот лак как видите это голография да но этому лаку как принципе этому тоже это они совершенно два одинаковых но тут этот серебряный зал такой как золото этим лаком нужно солнце когда вы смотрите просто на них вот так вот без солнца такой плоский плоский лак когда вы смотрите на солнце особенно если вы на солнце еще и в воде и так воду опустите руку и когда вот солнце проходит под воду и вы смотрите на этот лак это сумасшедшие красиво поэтому эти два лака я их взяла уже в преддверии того что скоро же уже можно купаться и на ромашку нанесла вот эти вот два лака они они есть еще для наглядности нанесла вот этот вот голографический лак на обычный синий вот он очень неплохо мне кажется и нанесла голографический золотой на красный не очень вот эти вот два лака в общем кико и если вам интересно да это лак номер 001 и это 002 серия называется holographic еще один лак такой же пузатенький этот лак я если честно я думал он будет немножко другим он вот так выглядит оттенок это 6 of black и оттенок 006 у них такая была коллекция 6 или 7 оттенков и они были все таки около черные я взяла этот потому что это был графит но вот в бутылке он действительно такой серый графитовый очень красивый мне очень нравится серые лаки на ногтях но два слоя и он 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 черный люди он черный ничего страшного у меня есть очень красивый черный лак от барбери я тоже очень люблю у меня он кстати тоже кончается так что хотелось бы конечно графитового еще вот это вот желтый такой канарейка желтая канарейка очень красивый лак и это желтая канарейка этот цвет 355 выглядит там еще был более яркий желтый прям такой и желтый-желтый я выбрала этот потому что этот мне как-то больше нравится все лаки в два слоя вот у меня еще есть из кико вот такой вот он такой лимонный цвет но вот мне кажется это лучше конечно и сейчас пошли на более яркие лаки хотя вот например этот вот синий джинсовый синий симпатичный лак это номер 518 он такой синий с каплю серого то есть симпатичная штука если вы любите серый или если вы любите синий если вы любите джинсы то супер еще один лак давайте я попорядку то так я что-то в середину впрыгнула вот это розовый цвет первый розовый цвет это он два слоя почему-то на ромашке мне кажется что он ярче и 506 506 номер на самом деле так я думала что он будет интересней яду яду я думала что он будет менее молочный будет более розовый не то что барбишный но просто другой розовый а этот такой вот как как молоком будто бы его раз разбавили Финляндии есть йогурт такой детский не такие маленькие вот такие в баночке там есть розовый йогурт с клубникой желтый с бананом и вот это вот этот цвет от вот этого розового йогурта дальше очень красивый цвет мне понравился этот второй и это такой вот спокойный элегантный цвет я тоже такие очень люблю номер 508 это такой знаете повседневный но тем не менее не не скучный по крайней мере красиво тоже смотрится вот этот цвет это просто огонь оранжик очень красивый оранжевый цвет подходит мне под кофту очень очень красивый номер 357 вот далее цвет баклажанчик баклажанчик 379 оттенок вот он фиолетовые оттенки я не люблю на ногтях не люблю он какой-то немного другой был он более серый был я так я думал что он такими будет чтобы будет более серым но на самом деле он такой все-таки он баклажан синий про синий я уже сказала про вот этот вот очень красивый цвет номер 363 вот этот вот он знаете он 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 такой глубокий какой-то малинковый цвет красивый очень цвет еще один лак ой что-то упало еще один лак это вот этот вот лак 486 лак который вот этот вот он такой средний он здесь капля оранжевого здесь розовый и и здесь коричневый и это все такой смешивается все такое не не яркий коралловый цвет очень красивая вещь очень такой темно-коралловый цвет но без оранжевины такой явный очень классная штука и на лето будет очень интересно красиво розовый розовый барбишный хотя ну барби немножко другой розовый цвет двести восемьдесят восьмой и вот он красивая штука нравится розовый лак и я не очень люблю но они у меня есть не часто но ношу и еще собственно два лака совершенно одинаковые я почему-то я вкинула две штуки но надо сказать что они красивые это номер 283 он такой розово-красноватый очень красивый цвет и последний лак это 365 вот он коричневато-красноватый очень красивый этот кирпичик но ничего такого действительно кирпичного цвета нет такого классный что касается этих лаков и к сожалению своему я заметила на сайте что уже довольно давно они продаются по сниженным ценам и к сожалению мне кажется они будут снимать вот эти лаки я помню что я их брала первый раз когда я познакомилась с кико это было еще более 10 лет назад они были по евро качество у них не изменилось качество у них классная и это вот у них самая дешевая линейка по моему их нормальная цена 290 и огромное количество оттенков там что-то около 500 оттенков было вообще огромное количество оттенков даже вот вот например там еще так было по растяжкам там например желтых там штук 6 вот так вот зеленых штук там 16-17 потом еще частенько они делали какую-то там серию например глиттерные голографические там еще какие-то песочные помню были песочные френч в общем очень большая единственная линейка которыми не нравится я просто ее не поняла это вот эти вот магнитная которая а так лаки вот реально дешево стоят они очень хорошие я обычно лаки долго не держу на ногтях но то время которое я держу они держатся без скалываниями ничего лаки такие как синие и зеленые которые обычно могут окрашивать ноготь не окрашивают ноготь но я конечно же всегда использую базу но было так что например что-то нужно было куда-то бежать я наносила одним таким толстым слоем и потом просто шутку сушку шушку хляпала наверх и в общем все нормально было ничего никаких проблем и да к сожалению они их снимают к сожалению к сожалению да еще что я купила вот эти вот две вещи я их очень хотела одна вещь собственно обе вещи они у меня на глазах одна на глазах вторая под глазами сейчас кстати проверю что там у меня под глазами глазами все нормально это консилер под глаза и тени сами тени вот они на мне я сделаю вам сейчас watch касаемо этих теней это кико и коллекция с иса африн не иса африн я не знаю что это за баба не знаю очень красивый компакт тик маленький компакт тик это такой компакт тик который где вы ожидали увидеть просто одинарные тени я не буду вас ослеплять зеркалом вот так они выглядят это коллекция была на ве на каким таким японскими искусствами каллиграфии в общем такое все очень красивые тени красивая двушечка там всего было две палетки таких теней вот такая вот коричневая и вот такой цвет который здесь кажется ну цвет цвет да на самом деле он такой вот такой сейчас покажу и был по моему темно такой синий голографическим каким-то эффектом и рядом голубой язык за колографическим эффектом единственная проблема этих теней это их цена опять же я помню еще то время когда цены у кико были просто сейчас же цену кико возрастают особенно это видно их вот этих коллег в их коллекциях которые сезонные сезонные с росом лавгровом люди пудра бронзирующая пудра двадцать пять евро это до хрена и это кико и это до хрена ну в общем сделаю сводчи и вот сейчас я сделаю очень красивенько вам чтобы вы увидели эту двушечку я ее взяла по скидке она была 5.95 на сайте ну и плюс все учтите что у меня еще было 15 процентов скидки вот так это выглядит коричневый красивый коричневый цвет просто обалденный пигментированный вот именно так как надо не слишком и не очень мало вот этот вот цвет голография она очень 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 похожа по цвету на на голографический такой треугольный треугольный палет кодки от ван де и и голубой тоже очень похож я кстати может быть думаю может быть взять мне эту палеточку тоже потому что и все этой коллекции которая там была а коллекция поверьте мне несмотря на то что это было капсульная коллекция но она была довольно большая мне очень понравилась именно эти палетки а вот еще раз я вам ее покажу тут такая камелия здесь еще вот хренька которой мы закрываем тени проблема номер один в этой штуке это что здесь всего лишь полтора грамма продукта полтора грамма продукта мы разделяем на двое и вы можете просто понять что здесь очень мало всего и к сожалению я не знаю полтора грамма это считается по 075 это в каждом или полтора грамма в одном я думаю 075 в каждом и полтора грамма в в обеих тени тенях потому что как вы видите и сами эти вот кружочки они очень маленькие и оттенок этот называется signature brown еще раз я вам покажу эти эти оттенки они шикарные кстати попробую сейчас на коричневый нанести этот голографический в принципе так и советовал кико чтобы как бы вот вот так вот это получилось очень красиво я довольна этими тенями давно я их хотела я все ждала что им что их будут продавать по 70 процентов но нет в итоге я взяла на 50 процентов и очень довольна еще одна вещь которая у меня была в покупках это уже из коллекции может быть здесь написано да free soul это консилер дело в том что у кико вышло несколько летних коллекций я думаю что на подходе еще одна коллекция у них есть одна такая free soul называется это не самая большая летняя коллекция но тем не менее там тоже очень много продуктов и большая летняя коллекция такая бронзовая бронзовая очень красивая там вообще штук может быть 20 25 наименований консилер я вообще не очень большой друг консилеров вот но это консилер меня заинтересовал во первых своей ценой 8 895 за 8 миллилитров с этого с этого консилера у меня была скидка 30 процентов которая вообще была на всем сайте со всего было 30 процентов и плюс еще у них скидка может быть на скидку применена поэтому в итоге еще с той цены мне скинули еще 15 процентов вот так этот консилер выглядит у меня это номер 05 там этих консилеров штук 6 может быть 7 и посмотрите на него это во-первых тюбик который вы можете все сипоник сжимать вот такой вот аппликатор аппликатор больше похож конечно же на крем для глаз но тем не менее и сейчас я вам сделаю сочи не пугайтесь кстати этот консилер у меня под глазами то есть я не могу назвать его каким-то очень бледным потому что ну как видите все нормально у меня там нет никаких нибудь высветленных треугольников под глазами все нормально все окей делаю свотч и свотч вот такой размазала я короче это все но думаю вам будет информативно вот так это выглядит я сейчас попробую все это дело все таки размазать и просто показать вам на руке как это все в растушеванном виде консилер довольно густой да консилер явно только для места под глазами он еще немного липковат но эта липкость она проходит очень очень быстро короче вот вот такой вот цвет это самый светлый цвет который у них есть я решила что если он у меня для под глаз то все таки должен быть светлым но в итоге как видите я наверх никакой пудры не наносила ничего просто я его растушевала как видите он у меня цвет цвет мне он очень нравится мне он очень нравится я его хотела я его получила хорошо что я не заказывала какие-то цветные консилеры потому что там там был например номер 01 02 03 и там был цвет во первых я в магазине тестила но я в магазине хрен угадала вот потому что это нужно было бы под глаза это все наносить из тестеров это делать я не делаю этого мне мне страшно потому что там можно такого себе нанести поэтому это был самый лучший просто вариант взять просто самый светлый как видите все это прям в точку довольна я этим консилером там еще было несколько интересных вещей именно в этой коллекции в их летней огромной коллекции тоже очень классные много интересных вещей к сожалению цены драконовские к сожалению да я буду ждать на 50 процентов скидку а иначе это же ну блин это же кико мы все знаем качество кико качество кико хорошее но цену у них в последнее время особенно это да вот я надеюсь что видео вам понравилось я надеюсь что какие-то вещи может быть я вам рассказала которых вы не знали и кстати знаете ли вы коллекцию вот эту вот японскую вот так вот выглядит упаковка кстати я не показала вот так выглядит упаковка вот этой вот штуки для глаз а так выглядит упаковка консилера я надеюсь что видео вам понравилось еще раз я надеюсь что она понравилась моей маме что она хоть немножечко как-то подбодрила очень бы хотелось этого и на этом все пока так